ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Спортивная программа Жил-был в Японии мальчик по имени Морихей Уэщиба. С детства занимался он джиу-джитсу. Это такой вид единоборства. Когда мальчик вырос, он пошел на войну. А возвратясь, увлекся еще одним японским боевым искусством – дзюдо. Долго ли, коротко ли, но стал Морихей задумываться, а можно ли придумать такой вид единоборств, чтобы никаких наступлений и никаких ударов. Думал, 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 думал и придумал Морихей удивительное и ни на что не похожее боевое искусство – айкидо. Всем физкульт-привет! С вами Захар, спортивный комментатор Детского радио. Никаких раундов, периодов, таймов и сетов в сегодняшней программе не будет. А знаете почему? Потому что соревнований по классическому айкидо просто не существует. Нет, ну а как их проводить, если в этом виде единоборства нет атакующих приемов? Захваты, конечно, имеются, броски тоже. Даже есть несколько видов ударов, но они больше отвлекающие, чем наступатели. Айкидо даже спортом назвать язык не повернется. А вот кто мне ответит на вопрос, в чем цель любого спортивного соревнования, а? Ну, подумайте хорошенько. Правильно, Лиза, победа. Стать чемпионом класса, школы, района, страны, олимпиады в конце концов. Так вот, айкидо считает, что в победе даже олимпийской нет никакого смысла. Ведь сегодня победишь ты, а завтра победят тебя. Победа, как считал Морихей Уэщиба, не то, чем стоит гордиться. Поэтому в айкидо не атакуют, а словно бы уговаривают соперника отказаться от боя. Не, они, конечно, не говорят друг другу. Коль, давай-ка не будем ссориться, пожмем друг другу руки и разойдемся мирно. Они смотрят на движение соперника, разгадывают его дальнейшие действия и своими хитрющими приемами ставят его в неудобное положение. И Коля, который решил атаковать, конечно, проигрывает. Короче, айкидо – это спокойствие, только спокойствие. Никакой злости или желания отомстить обидчику. Только нейтрализовать, ежели он атакует. Причем сделать это так, чтобы он тебе был благодарен. И тут перед моими глазами встает Коля, который лежит на полу после моего приема и говорит мне «Спасибо, аригато, мастер». Аригато по-японски «Спасибо». В общем, искусство в этом виде единоборства гораздо больше, чем самого единоборства. А спорта, считай, вообще нет. Слово айкидо составляют три иероглифа. Ай, ки и до. Ай – это гармония, объединение, любовь. Ки – это всемирное дыхание, жизненная энергия. Это то, что делает жизнь жизнью. До, как вы уже помните из других восточных единоборств, это путь, дорога или способ. Складываем три иероглифа и получаем путь к гармонии духа. Поняли? Ха-ха, вот и я не сразу понял. Ох уж мне этот Восток! А теперь самое простое. Тот, кто занимается айкидо, зовется айкидока. Учитель, наставник или тренер по-японски – сенсей. Сенсей – он в Японии самый-самый уважаемый товарищ. Будь он хоть учитель математики, хоть футбольный тренер, хоть наставник айкидоков. Кстати, основатель айкидо Морихей Уэщиба был не просто сенсей – учитель, а О-сенсей – великий учитель. Люди, занимающиеся айкидо, любят сами над собой тонко пошутить и сами же весело посмеяться. Вот, например, анекдот. Сколько нужно айкидоки, чтобы заменить перегоревшую лампочку? Ни одного! Ведь айкидоки не будут атаковать лампочку. Но если лампочка будет атаковать, то понадобится один сенсей, который объяснит принцип кругового движения при вкручивании лампочки, и один ученик, который проделает это тысячу раз. Двигайся, как луч света. Летай, как молния. Движение природы неисчерпаемое. Учил О-сенсей – великий учитель Уэщиба. Интересно, что, создавая айкидо, Уэщиба много времени посвятил изучению японской каллиграфии. Что, Миша? А, каллиграфия – это искусство красивого письма. Ну, наверное, слышали выражение такое «каллиграфический почерк». А иероглифы видели? Вот как они умудряются их запоминать, а потом правильно писать, а? Так вот, при начертании японских иероглифов очень важна сосредоточенность, сила жеста и танец кисти. И эти знания просто необходимы для занятий айкидо. Ох, чтобы это все до конца понять, наверное, надо быть все-таки японцем. Айкидо, дзюдо, карате, кунгфу, джиу-джитсу, сумо – видов восточных боевых искусств великое множество. Что, Макс, зачем их столько, когда суть одна? Все это единоборство. Ну, как тебе сказать? Зачем столько марок автомобилей? Ведь задача у них тоже одна – перебраться из пункта А в пункт Б. Ну, оставили бы одну, да? Нетушки мои, юные болельщики. Пусть цветут все цветы, и мир будет разнообразен. Согласны? Вот, так-то лучше. Где-то надо уметь стукнуть, где-то бросить, где-то вытолкнуть. А где-то, как в айкидо, надо не дать сопернику сделать все это с тобой. Мест для занятий сейчас в нашей стране предостаточно. При поддержке компании «Газпром» строится множество физкультурно-оздоровительных комплексов, где ребята могут заниматься в том числе и единоборствами. Ну, а с вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Оле-оле! Оле-оле-оле-оле!